В колледже имени Ларина предновогодний период – всегда горячая пора. Кувшины и тарелки сменяют Дед Морозы, пингвины, елки и снеговики. Учащиеся вместе с мастерами лепят игрушки, уделяют внимание каждой мелочи и детали, используют майоликовую и фаянсовую глину. Особый акцент на символ года в 2022-м – это черный водяной тигр. Самая сложная – это идея, чтобы работа в итоге была хорошей, или же она самой тебе нравилась, потому что иногда это трудно – сделать что-то красивое. Но мы стараемся. Самое интересное для меня – это, конечно, игрушки, потому что там полный полет фантазий, там ты можешь придумать какие-то детали. После воплощения эскиза в жизнь работы отправляются на обжиг. Температура в печи от 750 до 1100 градусов. Когда изделия полностью остывают, художники приступают к самому захватывающему занятию. Одни сувениры покрывают цветной глазурью, другие – краской. На украшение одной такой игрушки уходит больше часа. Художники используют акриловые краски, смешивают цвета, подбирают оттенки, в конце добавляют блестки, пайетки или ленточки. Помимо керамики, хендмейдеры используют дерево. Чаще всего это сосна. Есть и елочные игрушки из пенопласта. Они легкие, хорошо смотрятся в любом интерьере. Еще в этих творческих мастерских рождается расписная посуда, открытки и инсталляции с живыми шишками и веточками. Каждое изделие, скажем так, выполнено трудом наших мастеров и учащихся. Расписано тоже ручной росписью. Вылеплено также из глины вручную. И поэтому уникальность каждого изделия в нашем учреждении, она гарантирована. То есть то, что вы приобретаете у нас, это действительно уникальные вещи в единственном экземпляре. Работа здесь кипит с середины ноября и вплоть до конца декабря. За сезон мастера создают больше 700 изделий. Приобрести украшения можно в магазине на территории колледжа на Крылова, 38. По будням с 8 до 17 часов. Кстати, хендмейд – тренд последних лет. В этом году елку стоит украшать преимущественно в черные, синие и голубые цвета. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.